за сколько арендуете миллион тенге в месяц он мне казался мавроди такой вот что он соберется всех деньги и скроется нету постов за которыми было бы стыдно добрый день в эфире телеканала астана часов под меня зовут динар саджан и сегодня мы находимся с вами в алматы и идем в гости к главному пиар-специалисту нашей страны алишеру или каеву алишер живет не буду говорить на каком этаже салим ацфа алишеру сандат радовая а англайджер вы живете в одном из самых дорогих жилых комплексов алматы да мы живем здесь два года но это вынужденная скорее мера потому что вот вы видите жилой комплекс напротив строится наша квартира и они опаздывают на год примерно уже что долгострой я очень надеюсь что нас никто не бросил не попадете в этот список несчастных дочек нет но я на всякий случай купил еще две квартиры можете себе позволить у алишера по стоит 2 миллиона 2 с половиной миллиона почти как у динар саджан покажите квартиру 1 если вас такая шикарная терраса да да здесь мои трусы висят вот можете посмотреть прекрасно я жить не могу без массажа поэтому это комнатам массаж на кабинет да ну фактически лешер мне кажется что вы слишком капризный человек это одно из тех вещей что меня поддерживает я не пью алкоголь я не курю там я не гуляю по ночам да то есть единственное что меня человека с таким ростом поддерживает это нужно очень как-то расслабляться да то есть и сюда приходят массажисты то есть вы помещаетесь на эту кушетку да она увеличивается это просто на такое в сложенном варианте вот играет мадина это мадина старый и дарья немножечко а вот квартира которая строится вот в этом доме сколько там квадрата будет она где-то 220 если вас а здесь сколько 170 за сколько арендуете секрет миллион тенге в месяц миллион тенге в месяц полпоста 1 это вы написали классно мадинка у вас такой талант что здесь это что масло о круто это можно продать дорого это детская но здесь никто не спит почему вот потому что сидеть спят с нами сейчас вы это увидите там матрас который появился у нас в семье благодаря динаре саджа да вот раз от центра матрас да да и отличный матрас кстати здесь короче дети играют здесь дети играют соседские все дворовые которых мои дети приводят каждый вечер а это работа чадари это тоже или той же мадина сушки ну классно это учились сами куда-то ходили куда-то ходили пять-шесть лет я ходила в косте его потом все пять-шесть лет ходили в косте его и и с тех пор вот такие работы но нет там и сама уже это ваш дом который загородни да какая-то фантазия во вьетнаме по-моему все происходит судя потому что у нас на даче нету лога я вижу дом вижу забор ваш там классная терраса было бы спасибо что пригласили спасибо что позвали к себе на серии вы же кстати один из первых кто начал продавать рекламу в соцсетях фейсбуке в инстаграм делать какие-то коллаборации там мы еще тогда честно говоря даже и не мечтали об этом и не думали вот эта идея откуда пришла она ниоткуда не пришла просто как бы я же работал на телевидении в 97 году и как бы я работал в самых популярных новостях в алматы это были новости информбюро на 31 канале то есть это были самые оппозиционные на тот момент новости и они были такими более менее дерзкими вот и когда к нам приходили рекламные сюжеты вы помните да туда отправляли всегда практикантов ну то есть и это всегда было очень некрасиво то есть люди заплатили много денег и выходила плохая реклама в конце ну то есть просто потому что люди почему-то считали нужным размещаться именно в информбюро вот я даже тогда не понимал почему люди как бы не понимают что реклама это круто на самом деле что реклама это двигатель торговли с ростом конкуренции как бы реклама будет иметь первоочередное как бы значение вот там вчера там роналдо убрал кока-колу со своего стола и поставил воду потеряла полтора миллиарда долларов да то есть стоимость акций просела то есть это же все наша жизнь да то есть и я не стесняюсь говорить что мне заплатили денег за рекламу да я не стесняюсь говорить о том что этот продукт я рекламирую потому что они мои партнеры да то есть и я никогда этого не стеснялся поэтому это органично вошло в мою жизнь вот и там часть брендов со мной уже там по 10-15 лет но вот вы помните самую первую свою рекламу самая да самая первая и такая интеграция это было nokia вот компании к сожалению сейчас уже там нет в том виде в котором она была то есть это были наверное 2007 2008 года вот nokia у меня закупала по чуть-чуть рекламу и она была перед передовой компанией которая сколько они заплатили вы помните и что вы должны были сделать я помню они дали мне телефон и все последние модели которые у них были и порядка 100 тысяч тенге 2007 год да вот тогда не было ни инстаграма не было ни фейсбука это был мой сайт автор кизет вот и на этом сайте вот выходила в том числе реклама баннерная телефонов nokia я ходил с телефоном nokia мы сейчас направляемся в мегу альшер здесь уже 15 лет работает 15 лет работаю здесь однажды у нурлана смогу у вас спросили кем работает альшер он сказал я не знаю я не могу с ним дискутировать по этой теме поэтому да я тогда тоже был советником альшер мне кажется что вы бы не смогли работать на человека которого вы не уважаете безусловно я и клиентов также подбираю если я отношусь плохо к человеку он богатый я не смогу с ним все равно работать вот вообще надо маски носить динара я вакцинированный человек я тоже вакцинирован но это нарушение но мы только ради съемок в двух словах вот нурлана смогула попишите его ну нурлана смогулов мне не друг это шеф ну это шефа очередь масштабный как бы человек наверное с невероятным видением да то есть человек больше всего в нем восхищает мне нравится как он собирается в период проблем ну то есть как он вот прямо мудро начинает что-то делать да и находит решение и многие слова которые воспринимаются сейчас как ну это такое будущее скорее всего но никогда не наступит она наступает ну смотрите вы же не только по меги советник у вас же там и toyota астрономоторс это соседний офис могу тоже показать то есть это же все получается все бизнесы нурлана смогула вам да ваша задача какая чаще всего меня мучают по меги ну то есть если мучают а что тут мучить мега раскрученный бренд я но у нас постоянно бывают какие-то вызовы которых как бы вы даже не знаете это если вы не знаете о кризисах которые у нас случаются это значит мы с венерой хорошо работаем а у алишер есть кабинет у алишер кабинет есть только дома в меги алишер нет а куда лишая приходит куда решет приходит у нас есть а местных конференций сюда может прийти может здесь есть да да может все здесь у нас есть мягкие зоны такие конференции а вы с алишером сколько работаете уже мы с альшером уже 4 июня было ровно три года классно иметь шефа который любит арт да да очень приятно вот находиться работать в таком месте ты его видение вы же разбираетесь в искусстве вообще не разбираюсь но я знаю что шеф строить сейчас музей современного искусства очень большой очень красивый находясь 10 лет рядом с нурлана смогу вам неужели вам позвольте к нему в кабинет видите все эти картины у вас есть в меге да есть арт-объекты но неужели вам не интересно я очень далек от этого я ходил в театр и я ходил на балет я ходил по музеям мира да то есть и у меня же папа художник вот но мне видимо это не передалось но у меня даже в личной коллекции есть картины нурлана смогу которую мне подарил она мне нравится в алишере что если какая-то там критическая ситуация можно написать алишеру и посоветовать спросить как поступить я лишь сразу отвечает в день сколько таких но очень много просьб от разных вообще людей там от друзей коллег и всего остального вот ну я такой уже советник советник то есть огромного количества людей то есть и я с этой мыслью живу чаще обращается по продвижению или когда какой-то кризис я думаю что чаще по кризисам потому что кризисы преследуют нашу жизнь вот и чаще всего почему-то люди вспоминают обо мне потому что я не антикризисный менеджер вот я наоборот люблю заниматься планомерным продвижением чтобы момент кризиса тебя защитила твоя репутация вот как бы но люди все равно вспоминают обо мне когда жареный петух клюет в одно место вот и я всем им просто объясняю как бы я поступил в такой ситуации даю телефонный коллег которые занимаются конкретно антикризисом они должны быть неблагодарны потому что я постоянно поставляю им клиентов да то есть и в этом отношении как бы я считаю что лучше планомерно долгосрочно заниматься решением репутационных вопросов но я помню первый день когда он появился у нас компании он был но мы были все строгих офисных костюмах у нас рубашка юбочки и рубашки да алишер пришел такой футболка джинсы спущенные и с какими-то там шариками камнями мы смотрели алишер откуда он приехал такой очень неординарный то он такой а потом когда познакомились поближе узнали и поняли он отличный парень отличный сотрудник а что делает алишер потому что однажды он урлан смогу вас спросили чем занимается алишер и он не мог ответить мы не знаем чем он занимается но он очень нужный человек для компании ну мы приехали в чоков фэмили это еще один офис без кабинета алишера или паева один из многих с днем рождения колья рамиль почему у алишера нет кабинета нигде мы все используем один кабинет он здесь рядом находится когда у нас какие-то встречи либо вот атланты это место у нас 10 лет в этом году холдингу и я рассказывал когда мы познакомились с рамиль им он не казался бы вроде такой вот что он соберется всех деньги и скроется вот и 10 летами не скрывается и наоборот у меня все больше и больше уважения с каждым годом к нему вот и поэтому конечно я с удовольствием принял решение прийти в чоков фэмили а почему сложилось такое впечатление ну потому что вот два человека которые поменяли мое отношение к холдингу да потому что это первые люди с которыми я познакомился здесь первые люди с которыми я общался вне работы да то есть мы встречаемся у нас совпадают взгляды на многие вещи я им действительно доверяю да то есть я рад что наша дружба она существует вне работы люди у нас каждый день в доска обновляется потому что мы в постоянном поиске от маркетологов вы в этой компании в чоков фэмили со владелец или я партнер на меня есть очень небольшой пакет акций сколько я не могу сказать эту информацию она является коммерческой тайной но очень маленький да так или вот так или вот так вот вот такой вот это где-то один два ну где-то так вот у алишера есть три вида путешествий для семьей с друзьями и с модиной вам какой больше нравится семьей с один из модиной с модиной или когда семьей ну и так и так а кто еще придумал вот эту вот историю сам серии для путешествий она бы идеально хотела все путешествия бы семьей и смогли мне приходится их отвоевывать вот и причем самое интересное когда вот если мы вдвоем секрет уезжаем ему начинают предъявлять друзья типа почему ты поехал с женой тогда следующее путешествие с нами он едет с друзьями тут я говорю так следующее путешествие значит со мной вы делите да получается с друзьями у него друзей много и он может там пять-шесть раз поехать году я считаю что тогда разозначно должна я тоже это не справедливо и я считаю что да мне кажется там один должна вот приехали из америки друзьями тут же сразу смотри на него такое будет же медица мади ноут мне нравится что вы во всем поддерживаете алишера и вот и видно по вам что вы очень мудрая что вы не пилите вы знаете алишер такой вот он свободный человек он постоянно вот я вижу его путешествие с друзьями я даже мы пишем можете меня следующий раз тоже взять один они разрешены да я думаю что мадины не ревнивая и ревнивая нет я так не ревнивая но нужно не дает повода вообще никогда но нет он на самом деле я ему всегда говорила что я не тебе не доверяю просто не доверяю женщинам мы все-таки нашли кабинет где алишер и ликпайф может иногда приходить сидеть в чоков имели это кабинет переговорная нет это кабинет но и может воспользоваться любой человек который работает в чоков если он свободен но смотрите я всегда относился очень спокойно к автомобилям то есть у меня очень простая машина я никогда не показываю нигде очень спокойно отношусь там к телефонным номерам помните очень красивые номера номера автомобилей которые были очень спокойно к этим то же самое к внешним атрибутом таким как часы там бежутеррии хотя бейбет наш друг да он говорит что как раз таки вот эти автомобили открывают очень много дверей я понимаю то есть для бейбета это один из одной из возможностей показать себя миру да то есть заявить о том чтобы люди хотели жить его жизнью в этом отношении я хотел бы сам из себя чего-то представляет то чтобы за меня говорил там не lamborghini или rolls-royce то есть чтобы конкретно говорил я сам я хочу чтобы это интервью было полезным вы как один из главных специалистов по пиару по коммуникациям на стране ну и человек который знает точно как создавать личный бренд социальных сетях 5 рекомендаций как продвинуть себя в инстаграм они будут очень типичными будьте собой не будьте кем-то другим старайтесь быть естественным будьте интересным то есть для того чтобы быть интересным 5 совет это занимайтесь чем-то интересным кстати я однажды была в блок-туре мы как раз были в корее я купила себе сумочку louis vuitton потом просто отели и маленький бутичок такой был и алишер так знаете прям как будто отругал даже меня он говорит вот зачем тратить деньги на эти сумки да вообще зачем это вот все покупать деньги тратить и прочее и недавно я вижу что в америке он купил вам сумку ботега такой привез подарил я еще думаю что это он передумал что ли мне кажется все равно алишер думает что это все равно не обязательно он против бриллиантов иногда конечно получается а вы сами не против бриллиантов но я ведь я так в принципе спокойно отношусь тем не менее я хочу чтобы меня были была какая-то пара чтобы могла надеть куда-то вот кстати эти сережки это когда мы при устраивали с продажей курсов платил деньги сережки да тем не менее как бы несмотря на то что он против я считаю что я я вижу что он делает приятное то есть он видит что если я это хочу он это делает а вот когда вы придумывать какие-то бизнес-идеи алишер сразу поддерживает да он открыт для всех но что меня думай сама он хочет чтобы я сильно не рассчитывала на него и чтобы я была сама по себе сильной а как вот вы живете с главным пиарщиком страны до спите с ним в одной кровати нет в одной комнате и он не дает советы не говорит давайте помогу там привлеку друзей вот такую стратегию продумаю то что ему или если ему что-то нравится он просто поддерживает например репостит ну но ему нравятся мои ролики вот я их редко снимаю но вот он только так показать а если к нему подхожу с каким-то советом такой если не устал а сам даже я могу объяснить почему это происходит а совместные какие-то войны и ролики я не знаю там блоги у вас не было желания снимать то есть многие же сейчас монетизирует да вот свою семейную жизнь инстапары нет такого нет есть то что вот видите сейчас интервью алишера и я здесь нахожусь если бы было интервью меня алишер могло бы здесь не быть это же твое я здесь не участвую скорее всего скорее всего да также какие мероприятия там моей семьи или там семьи модины чаще всего ездит модина на них я не появляюсь даже у своих родственников были ли у вас рекламодатели которым пришлось возвращать деньги да безусловно у меня были несколько рекламодателей которым пришлось возвращать деньги почему что случилось в одном случае как бы сам продукт не был готов во время и мы не успели его раскрутить несмотря на то что мы выполнили кипя и в конце года в конце года осталось количество постов которые я не выпустил я им сказал что я готов их выпустить в этом году они сказали что нет как бы нам достаточно мы теперь выполнили поэтому просто верните нам деньги не было такого что вы просто забыли опубликовать пост или не вовремя нет у меня такого не бывает кто следит за вашим графиком google я хочу сейчас назвать имена ваших друзей так да и вы должны в двух словах сказать все что вы о них думаете хорошо хорошо надо говорить или плохо нет плохо можете говорить потом я еще список врагов прибыль приготовил список врагов есть еще бей виталий беков обожаю этого парня знаю 15-20 лет его как бы считаю что на сегодняшний день он является top of the top он на вершине то есть он долго к этому шел но сейчас он самый наверное востребованный человек в сфере в которой мы с вами вращаемся на римусе мой очень хороший друг человек невероятных талантов я думаю что там огромная есть не реализованность потому что если бы он там снимал бы войны в начале война в да или там играл бы в кино а и все остальное я думаю что сейчас бы мы все его знали как с топового актера ну комедийного жанра скорее всего нурбол бепаттайет мне очень нравится тот путь который проделал нурбол да то есть я был свидетелем находился рядом тот процесс развития который прошел нурбол вызывает у меня только восхищение вот эта вот история про то что вы посоветовали нурболу съездить в барселону и скажем вдохновиться до шаббат алтки любви да то есть это ваше действительно ваш был совет ну да то есть как бы там их было двое был дархан шон бай да то есть и был нурбол бепута и они лелеяли идею мясного магазина я им говорил о том что как бы кто на этом собаку съел так это испанцы и просто потому что у них есть национальное мясо хамон свинина да то есть и для хамона они оформляют потрясающе красивые магазины небольшие мясные бутики есть люди там из сферы бизнеса которые просто мы встречаемся разговариваем им наоборот я как взгляд из но молодой взгляд на вещи но уже наверное молодая была уже не так молода ерлан карин так я опять же там больше двадцати лет дружбой как бы я могу сказать мало кто вспомнит как он появлялся недавно ему было 45 лет вы там присутствовали и мы вспоминали эту историю на самом деле когда-то для нас был очень такой весомый политолог его звали нурбулат масанов именно он обратил наше внимание когда мы работали на информбюро на молодого парня по имени ерлан карин вот и мы стали ездить к ерлану за комментариями и он действительно разбирался во всех вопросах оставался очень порядочным человеком за двадцать с лишним лет общения я только восторгаюсь и радуюсь когда мы встречаемся завтракаем там нас нет много времени ни у него ни у меня вот но он иногда крадет время у своей семьи ради меня куаныш он бай куаныш ну вот я недавно встречался куаныш человек которого я знаю очень хорошо и очень близко вот человек который верит в меня больше чем я сам себя верю да то есть он очень много меня вдохновлял на какие-то вещи и я помню мы летали с ним в актау вот и как бы стюардессы в аэростаны такие алишер здравствуйте алишер вам что-нибудь принести алишер вам как бы я был такой звездой в бизнес-классе аэростаны потом как только мы прилетели в актау и поехали в сторону бики тата там звездой уже был куаныш то есть там подходили абсолютно разные люди то есть они говорили тому а наш куаныш муалям муалям стас да то есть они мы ваши ученики вот как бы и вот мы пока до бики тата доехали он там фотографировался со всеми вот но у меня это на самом деле тоже интересно но он когда-то поставил своей задачей сделать меня своим другом и добился этого кайра тху дай бирген к реке но я как бы на самом деле многие думают что мы очень близких отношениях да то есть на самом деле вот ну мы видимся редко да то есть но относимся друг другу с уважением у нас бывают споры очень сильные мы дискутируем по разным вопросам по разному относимся ко многим вещам но как бы остаемся в одном рынке постараемся друг другу поддержки друзья вот как бы социальные сети они создают такое ощущение что ержан я бейбет и кайрат все время вместе да там встаем здесь висентай апартамент завтракаем вместе потом вместе едем в алибеков кафе из алибеков кафе едем по проектам кайрата да потом они там заезжают поддержать мою бургерную кофейню пиццерию что я на тот момент представляю на самом деле ну такого нет у нас у всех четверых дико забитые графики поэтому мы видимся очень редко ринат болгабаев ринат болгабаев человек которого я читал был фанатом его творчество да то есть и был очень рад что мы познакомились не близкий друг сейчас уже по со временем становится все ближе и ближе потому что наши взгляды на жизнь наш цинизм он немножко совпадает взгляды тимур колтай ваша но он уже не новый потому что есть новее да как бы тимур долго меня преследовал полгода где-то просил чтобы я занялся им вот как бы наверное чтобы я занялся продвижением не конкретно него да то есть а тут и фрути то есть был проект замороженного йогурта я долго отнекивался не понимал зачем мне это надо вот а потом как бы тимур очаровал меня да то есть и через некоторое время мы завели уже фарш и через некоторое время я начал уже тимура самого продвигать то есть мне казалось что так будет удобнее обоим сторонам до этого не то чтобы легче и ему будет легче то есть когда его воспринимают ему там сейчас начали звонить рекламодатели и он мне звонит и говорить типа хочу делать вот они хотят у меня с рекламой разместиться сколько выставить там денег и все остальное полтора миллиона не конечно не говорю как продвинуть себя в фейсбуке я не знаю есть ли сейчас смысл продвигать себя на фейсбуке но если вам от 45 и выше то самый самое время наверное зайти туда и жаловаться на всех нужно не заводить телеграмм телеграмм если вам вы пользуетесь повседневной жизни и он вам помогает то как канал информации он тоже достаточно интересный и вести именно свой телеграмм-канал если вы не делаете ничего по жизни интересного не надо вести свой телеграмм-канал окей тик токеры тик токи сейчас на волне хотели бы быть тоже на волне тик тока да но я не хотел бы танцевать в кадре и как динара саджан вот я хотел бы делать что-то полезное и интересное динара саджан кстати много полезного делать тик токи тогда очень интересно посмотреть когда нибудь он у меня появится youtube вам нравится youtube хотели бы быть популярным я очень-очень много времени провожу на ютюбе сам вот это вот то что называется комплекс самозванца я очень много лет хочу канал хочу что-то делать но боюсь и это уникальная возможность для всех остальных уйти вперед ну то есть они уже ушли давно все вперед у всех свои каналы у всех там кнопки серебряная золотая да то есть а я все еще раздумываю с каким контентом зайти на youtube и последний вопрос был ли у вас какой-нибудь пост или что-то еще за что вам стыдно нет ну то есть как бы у меня есть посты которые я удалял по просьбам людей удалял есть посты которые я скрывал то есть я думаю что когда-нибудь настанет их время вот но нету постов за которые мне было бы стыдно